Бытует мнение, что в России государство платит гражданам пенсии. Чудовищное заблуждение. Пенсии в России нет. Эх, опять вам лень считать и все придется делать за вас. Средняя зарплата в России, согласно официальным данным, 36 тысяч рублей. Если у вас меньше, ну значит вы получаете меньше средней. Просто примите это как данность. Кто-то ест мясо, а кто-то капусту, а в среднем мы все едим голубцы с мясом. Продолжим. Средняя пенсия, согласно тем же данным, 13 тысяч рублей. Предположим, дядя Петя работает с 21 года и его стаж при выходе на пенсию в 60 лет по старому закону составил 39 лет. Исходим из того, что всю жизнь он стабильно получал среднюю зарплату 36 тысяч рублей. За всю трудовую деятельность его отчисления в пенсионный фонд составят 39 лет, это 468 месяцев. Взносы в ПФР это 22% от зарплаты. 36 тысяч рублей умножить на 22% это будет 7 тысяч 920 рублей в месяц. Умножаем 7 тысяч 920 рублей на 468 месяцев. Получаем 3 миллиона 706 тысяч 560 рублей. 3 миллиона 706 тысяч 560 рублей именно столько дядя Петя выплачивает в пенсионный фонд за все время своей работы. Чтобы просто только свои деньги получить обратно, дядя Петя после выхода на пенсию нужно прожить. Делим 3 миллиона 706 тысяч 560 рублей на 13 тысяч рублей и делим на 12 месяцев. Получается 23 года. Дяде Пете нужно прожить 23 года. То есть если к 60 годам прибавить 23 года, будет 83 года. Только на 84 году своей жизни он начнет получать деньги от государства, или как они там наверху говорят, его начнет содержать работающее поколение. Сколько у нас в стране лиц старше 84 лет? В масштабах страны это капля в море. Каждого, кто не дожил до 84 лет, государство облапошило и ограбило. С учетом средней продолжительности жизни в 66 лет, становится очевидно, что ни рубля государственных денег государство пенсионерам не платит, только ограбит. А после повышения пенсионного возраста до 65 лет, первый государственный рубль дядя Петя будет иметь шанс получить только в 93 года. У женщин ситуация не намного лучше. Вывод. Никаких пенсий государство людям в нашей стране не платит. Это просто математический факт. Разошлите эту информацию всем своим знакомым. Люди должны знать правду. Не оставайтесь безучастными, ни те, кто уже на пенсии, ни те, кому еще до пенсии далеко. Вспомните слова классика. Самые ужасные беззакония в мире происходят с нашего молчаливого согласия. На канале Белая Рысь в ютубе еще много интересной информации. Ищите, смотрите, подписывайтесь.